Всем привет, друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами работать на карте села Владимировка, и сегодня мы наконец-то с вами начинаем полевые работы. У нас утро, 6.25, я бодрый как никогда. Вот, ну и друзья, давайте, пока мы будем ехать на бригаду, я вам расскажу историю. Вот, утреннюю, утренняя история начиналась у меня так. Звонит Сидорович, вот, позвонил мне Сидорович, увы, прийти к нему в гости я не смог, потому что Сидорович немножко приболел, а заразиться у меня как-то особо желания никакого нет. В общем, друзья, рассказал Сидорович, в чём проблема, почему всю технику изъяли, оказывается, а не украли. Вот, изъяли всю технику и участки, то есть поля, из-за того, что мы в прошлый раз какие-то бумаги написали. Не знаю, что за бумаги, скорее всего, или страховая, или что, ну, короче говоря, нужно будет поехать в Сельсовет и узнать. Вот, а сельское хозяйство здесь так, так скажем, даже не знаю, как правильно выразиться, подзаброшено, да, и то это в мягкой форме немного я выразился. Короче, колхозы и сельское хозяйство заброшено из-за того, что никто не хочет заниматься этим делом. Все говорят, что это невыгодно, лучше, пускай другие фермеры из других крупных компаний, да, более крупных компаний, агрохолдингов, агрофирм, поставляют нам сюда зерно, а мы будем делать хлеб. Вот, ну, и техники, сказали, прям нет такой, на которой хотелось бы сработать. Вот, вся техника убита полностью, ну, вот это вот, как наша, как наш Т-150 и как Нива, да, которую мы починили с трудом. Так, окей, давайте мы куда-то сюда припаркуемся, друзья, сейчас. Где-то, думаю, здесь сейчас станем. Вот, и сегодня мы будем, наконец-таки, друзья, работать на нашем Т-150, а именно пунктивировать. Так, отлично. Нейтральная передача, свет мы выключаем, глушим. Все, красота. А, у нас, ну, по прогнозу погоды, 8 часов дождь, то есть нам, по идее, нужно хотя бы пол поля сделать, 7 гектар, 7, что тут такого поля. Так, хорошо, цепляем нашего, наш КПС-4, заводим. Вот, техника, друзья, конечно, вся полностью в убитом состоянии. Так, окей, пока у нас двигатель немножко прогревается, давайте мы поставим 1200 оборотов. Чтоб двигатель быстрее прогрелся. А, вот, технику, увы, мы починить не можем, не сможем. У нас пока что не открыт сервис. У нас сервис открывается в 7 часов. То есть через полчаса мы сможем, скорее всего, починить через эту панель нашу технику. Не знаю. Так, поехали. Поехали, друзья. Включаем фары. 50 градусов, нормально. Полетели. Вот, погнали на фон, друзья. Да, конечно, техника, друзья, поразительная просто. Я бы сказал, просто техника отпад. Ну, а что же мы хотели? Начало, оно всегда такое, друзья. Начало, оно всегда такое. Так, ну-ка, давайте я гляну, как лучше мне будет поехать. Мне, наверное, лучше поехать через грунтовую дорогу, чтобы не разбивать асфальт. Потому что даже гусеничный трактор, правильно? Соответственно, он бьет асфальт. Вот, хотя мне кажется, асфальт в таком состоянии здесь. Такие здесь дороги, друзья, что, походу, тут от того, что мы проедем на гусеничном тракторе, это дороги хуже не будет. Но, все равно. Мы сами ответственные, друзья. Вот, кстати, я хотел посмотреть, что у нас по технике на распродаже. По технике на распродаже у нас ничего нет такого, чего бы могло нам пригодиться в дальнейшем. Вот, нам на данный момент нужна будет селка и удобрянка. Вот, у нас больше в колхозе ничего нет, кроме культиватора и прицепа. Ну и комбайн еще. Так, вот она, начинается грунтовая дорога. Вот. Окей, поехали, друзья, погнали. Так, а здесь такой вот хороший участок, вижу, да, но его никак не поправили. Здесь, помните, была коллизия? Нет, этот участок никак, увы, не поправили. Вот здесь такой отличный участок для того, чтобы построить, да, какой-нибудь заводик или какую-нибудь фермочку. Ну, вы его не сделали, чтобы его можно было купить. Точнее, его, нет, его купить, к сожалению, нельзя. Вот, а жалко, жалко. Сюда можно было какую-нибудь, какую-то ферму построить, да, или завод поставить какую-то. У кого-то рапс цветет, да. Март месяц. Девятое марта. А у кого-то цветет рапс. Нормально. Так, мы немножко не так, друзья, с вами поехали. Нам надо было поехать. Хотя мы можем прямо поехать, да, люди, смотри. Да, мы можем вот так поехать. Здесь же тоже, я думаю, дорога. Здесь, друзья, целина, ее нужно будет распахивать. Да, этот участок, он покупается. 5 гектар, 50 тысяч. Вот, в принципе, в принципе, этот участок можно будет купить и на нем заниматься травой. Или же распахать. Ведь я не знаю. Вот, но 50 тысяч это не так уж и дорого по сравнению с теми ценами, которые здесь на полях. Вот, кстати, я хочу посмотреть, что по контрактам. По контрактам тоже ничего нет. Ну, ладно. А что хоть по кредиту-то? Ах, кредит 200 тысяч. Контрактов нет. Техники со скидкой нет. Ну, начало оно, друзья, всегда такое. Начало оно всегда, друзья, такое. Так, отлично. Вот мы и приехали к нашему полю. Нам осталось чуть-чуть доехать. Красота. Скриншотики, и скриншотики, и скриншотики, друзья, можно. Просто красота. Так, сейчас, значит, мы, друзья, будем работать с вами по GPS. Так, а тут грязь небольшая, да? Да, тут небольшая была грязь. Так, значит, мое предложение таково. Пройти по периметру. То есть пройти по периметру поля, затем уже поставить работник. Так, поэтому давайте раскладываем наш культиватор. Поехали. Ну-ка. Друзья, ну, красота. Всё, поехали. Сейчас закультивируем поле. Вот, точнее, работник будет культивировать поле, а мы с вами займёмся кое-чем интересным. Вот, я там слышал, что якобы здесь можно сдавать старую технику, друзья. То есть по карте, по Владимировке, разбросана старая техника, ещё в советских времён. Там всякие силы, там трактора, комбайны, агрегаты. Всякие там, можно найти обломки на полях. Вот, это я услышал от местного жителя. Вот, мы как раз этим, скорее всего, и будем заниматься, что искать эти обломки, то есть металлоломки. И за этот металлолом, вроде как, неплохо так платят, друзья. То есть, это наш шанс заработать на хорошую технику. Или же на новые поля. Вот, я думаю, мы сейчас по периметру холера проедем. И будем заниматься поиском этой старой техники. Вот, одна техника, один ЗИЛ у нас есть на бригаде. Так, окей. Так, друзья, это, конечно, всё хорошо, это, конечно, всё супер. Но у нас следующий вопрос. А что мы будем сеять на этом поле? Что у нас можно посеять? У нас можно сеять пшеницу, ячмень, овёс. Секлассах, метро, снег, виноград нам неинтересен здесь. Горох. Горох можно в апреле сеять. И промокровень. Мурку. Ну, я бы, друзья, здесь посеял пшеничку. Или ячмень, скорее всего. Ячмень, наверное, я бы сюда посеял. Не знаю. Вот, посмотрим. Ну, 70% то, что это будет ячмень. И 30%, что это будет пшеница. Вот, ячмень и пшеница. Я, конечно, разогнался. Молодец. Сколько это всё стоит? 247, 627. Покупка зерновых. Конечно, здесь дороже. Камень. Погодите, пшеница дороже? 625. 674. Канола вообще, рапс вообще полторы тысячи. Слушайте, друзья. Ну, меня это, конечно, всё очень сильно устраивает. Но мясо для шашлыка, перец, чили. Слушайте. Слушайте, друзья. Наверное, мы будем пшеницу с вами ссадить, скорее всего. Я так что-то посмотрел на цены по пшенице. Во-первых, у нас, я там видел, есть хлеб-завод небольшой, который можно купить. Он стоит там буквально 20 тысяч. Мы сможем покататься по Владимировке. И, ну, покататься по Владимировке, пособирать, понаходить вот эту вот старую технику, её продать. И получить денежку. Таким образом накопить на хлеб-завод. Это раз. Потом на мельницу можно будет слушать, друзья. Ну, в принципе, сейчас у меня план действий складывается в голове, чем мы сейчас будем заниматься. Именно сегодня и вообще на этой карте. Так, окей. Окей. Я вот даже, друзья, немножко растерялся. Непонятное дело, здесь пшеница дорогая. Сколько, сколько-то тут уже сельское хозяйство заброшено. Тут фермеры, другие сдали в аренду поля. Другие приезжают на джондирах, там, на классах, на кейсах, на современной технике, убирают и уезжают. Понятное дело. Почему пшеница так дорого стоит? Так, всё, отлично. Мы с вами справились. Мы с вами проехались по кругу. Теперь давайте мы ставим работник. Работник у нас где-то будет ездить. Ну, пускай отсюда будет у него съездить. Всё, поехал. Работает. Отлично. Так, ну и вот он, друзья, этот дил. Вот он. Смотрите. Кстати. Смотрите, действительно, ещё советских времен. Весь старый, заброшенный, ржавый. Ну, давайте соберём, давайте его возьмём и посмотрим, сколько нам дадут. Вы нашли старый грузовик, отвезите его на металлолом. Теперь плюс пять тысяч нам в копилочку. Друзья, слушайте. Плюс пять тысяч. А сколько всего их? Сто. Ну, не так уж и много, друзья. Но полмиллиона мы, наверное, сможем заработать. Я так думаю. Так, ладно. Ладно. Такой план действий мне очень нравится, друзья. Давайте теперь посмотрим, что же у нас по производству. Вот, зерновая мельница. Зерновая мельница у нас стоит 24 тысячи. То есть мы её ещё... Ещё одну игрушку найти, и мы сможем её купить. В принципе. Эту самую зерновую мельницу. Но не будем гнать лошадей. Нам нужно ещё будет купить пикарню. Пикарню десять тысяч, друзья. Вообще смешные цены. Так, окей. Здравствуйте. Окей, пикарню мы тоже купим. Итого это будет около тридцать тысяч с плюсом тысяч. Тридцать с плюсом тысяч, друзья. Ну что ж. Подзаработать стоит, друзья. Я думаю, подзаработать стоит, и потом купить. Так, а это всё, конечно, хорошо. Что у нас есть из производства, которая может нам именно вот сейчас пригодиться на ранних этапах развития? Тепличное хозяйство. Тепличное хозяйство у нас... 27 тысяч. Тепличное хозяйство. Окей, сколько у нас будет стоить... Помидорки, салат... 27 тысяч у нас стоит тепличное хозяйство. И это одна теплица, да? Нет, их две. То есть теплицы две. Такс, хорошо. Это хорошо. Нам нужен будет ещё работник, который будет мотаться сюда. А это что, друзья? Мне интересно, что вот это вот? А, продаю. Десятый участок. Смешные деньги, друзья. Это что-то, виноград? Или какие-то эти. Вот здесь, вот здесь как раз можно будет посадить иноград, друзья. Так. А, туда, там, дальше тоже есть теплица. Лучше. Теплиц тут достаточно много. Так, окей. Зона разгрузки. Понял. Так. Далее же. Мясокомбинат. Ну, мясокомбинат уже 160 тысяч стоит. Естественно, нам он не по карману. Покупка зерновых. Покупка зерновых. Это... Оттого. Покупка зерновых культур. Так. Мне нужно будет разузнать ещё несколько, что это такое. Кемпинг. Что такое кемпинг? Здесь есть какие-то таблицы. Кемпинг. Кемпинг это якобы зона отдыха, да? Ну, да. А здесь, я так понимаю, рыбное хозяйство. А ну-ка. Да, рыбный столок. Так. А сколько стоит рыбный столок? Наверное, 1200. 20000, друзья. Что за цены смешные? Так. Ну, слушайте. В теории, в теории, в теории мы сможем с вами приобрести рыбный столок. Сколько у нас стоит рыба? Друзья, вообще. Так, а что нужно для рыбы? Вот это вот мне интересно. Зона разгрузки. Мне больше всего интересно, что нужно для рыбы. А производство? Ну, нельзя же просто так взять, купить столок и всё. И тебе рыба будет это. Вид, конечно. Зона загрузки. Там зона разгрузки, да? Здесь, я так понимаю, нужна кукуруза, да? Или что? Друзья, напишите в комментариях, что нужно для рыбного ставка. У меня же самим стало интересно. Красиво, красота, друзья. Погодите. Такую красоту грех не зафотографировать. 5К. Вот, что ж, друзья. Мы, в принципе, с вами посмотрели возможные производства, которые мы сможем купить. Я бы купил на данный момент рыбный столок и тепличное хозяйство. Так, работник работает. Он молодец. Так, вот тут молодец. То есть, что у нас ещё есть? Так, центр Хашазе. Так, он нас интересует. А, друзья, давайте мы посмотрим на зерноочиститель. У нас же есть протравитель семян. Очистка зерна протравителя. Так, а что для этого производства нам нужно? Чтобы оно работало. Это, конечно, всё хорошо, но... Входящие материалы и сходящие материалы. Мне это всё, конечно, нравится, но что нужно для того, чтобы это производство заработало? Зона разгрузки. Сюда нужно что-то заливать. Я так предполагаю, что гербицид. Так, здесь у нас что? Так, ладно, друзья. Ну что ж, я, наверное, на этом буду с вами прощаться. Поеду-ка я сейчас в сельсовет, узнаю, что за бумаги нужно подписать, что за документы, чтобы нашу технику снова не изъяли. Вот, на этом всё, друзья. Я буду с вами прощаться. Встретимся в следующей части. Будем продолжать развиваться на карте села Владимировка. Будем зарабатывать. Будем думать что-то с производствами, друзья. Потому что производство нам нужно, так же, как и деньги. На этом всё. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. Оставайтесь с каналом. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok